31 декабря, прямо в канун Нового года, в эфир вышла передача «В путь», но на этот раз она вышла не совсем обычно. Она была особенной. Да, в ней было много сюрпризов, надеемся, что зрители это оценили. А об этом давай поговорим с нашими гостями. С нашими гостями, естественно. О том, как проходили съемки, мы узнаем у непосредственных героев. Станислав Киарпек, Арсений Дикусарь. И Александр Бондаренко. И Александр Бондаренко. Доброе утро, ребята. Я, видимо, должна была быть Владиславом Гресь, судя по составу новогоднего выпуска, но не случилось. Но я собрала вокруг себя практически всех ведущих. У нас еще были две дамы, Татьяна Варамоглая и Ирина Жекова. Но я же говорю, я мужской состав собрала, не хватает только Влада. Мы со Стасом переглянулись и засмеялись над одной шуткой, как хорошо выглядит Гресь после праздников, я почувствовал. Ребят, ну, в принципе, я у вас спрашиваю, как проходили съемки. Ты посправляла, я же был участником. Да, как проходили съемки, рассказывайте. Мне кажется, спрашивать могу здесь только я, потому что я не знаю, как проходило. Я, честно сказать, пропустила и программу «В путь». Поэтому мне, как человека, которого я не видел... Поэтому до свидания. Я вот хотел узнать какой-то любимый момент. Вы должны рассказать о том, как проходили съемки, чтобы я взяла и все-таки пересмотрела программу «В путь». Итак, рассказывайте. Что было особенного? Изначально поступила директива от руководства. Нужно организовать новогодний фильм, новогоднюю передачу. И изначально мы планировали сделать какой-то совместный сценарий, чтобы это было что-то общее. По итогу все переигралось до такой степени, что у нас была только общая идея, главная мысль, что мы все ищем Деда Мороза. То есть основная идея. И по итогу каждый ведущий, каждое действующее лицо был и режиссером, и автором сценария своей новеллы. Так получилось. Ну, у ребят было трое, они втроем это все создавали. Мы как бы, мы по отдельности. Вот я, Таня, Ира, мы это делали сами. И получилось так, что в конце, когда снималась общая сцена, в этот момент еще не все было снято. То есть еще не все сцены были готовы. И мы когда вот уже подводили итоги, когда поздравляли всю страну с Новым годом, мы еще не знали, по сути, кто где был, кто что делал. И это было, ну вот. Такая была сумбурная телевизионная предновогодняя кухня. Ну, не знаю, может, у Арсения сумбурная, у нас все запланировано было. Мы все знали. В сарафан-шоу все было подстанавливаем. Мы же изначально знали, что будем искать Деда Мороза. Это было наше. Идея была, да? Да, идея найти Деда Мороза. Ну, у нас не было все прописано. Не было там прописанной реплики, слова и так далее. Что у Арсения было, у нас все было. Ну, конечно. Импровизация наша все, на самом деле. И мне кажется, что, когда дело особенно касается какого-то такого развлекательного контента, это всегда очень на руку. Потому что рождается что-то такое, что ты бы, наверное, не смог бы изначально продумать. А тут раз и вот так. Что было? Я видела фотографию, где Владик наш на очень высокой елке, на самом деле. Как он туда согласился? Ну, елка реально метров 10, наверное, мне кажется, да, она там бывает? Как он согласился, кто его спрашивает? Вад, нет, залезь на елку. Вы помогали ему? Нет, нет, я придумал о том, что мы будем кричать, Дед Мороз поворачиваться. Звать его с высоты. И он где-то на второй ветке, знаешь. Я говорю, Вад, залезь, ну, пару веточек. Мы пока общаемся, поворачиваться. А он уже на ветру слегка раскачивается, знаешь. Ну, это было очень смешно. Ну, потому что, да, ель, она огромная, действительно, еще и наш Владик маленький. Ель огромная. Вокруг грязь, дождь идет, он залезает, подсказывает. Мы смеемся просто. Ну, что ты сделаешь ради искусства, скажем так? Ну, просто, да, ехали, получается, по дороге в Те и решили, о, остановимся. Там красиво, красиво место. Но мы столкнулись с проблемой, на самом деле, потому что мы думали, да, мы снимем, господи, мы едем, что мы будем снимать. Арсений-то знает, он, ну, в теме, можно сказать. В пути давно. В пути давно уже, да, полтора года как. А мы-то привыкли за столом сидеть. Кстати, где вы были? Ну, программа «В путь путешествует». В праздничном выпуске какие вошли населенные пункты республики? Это была столица. Мы до этого еще не, программа «В путь» не была в столице. Тирасполь, Бендеры, село Парканы, Тея, Токмазея. Нет, у вас только Тея, Ташлык. У нас только Тея, у нас Тея и Ташлык. У нас Тея и Ташлык были. Арсений, не подготовился к тебе. А в сене, да, все. Хочешь спросить, Сень, ты передачу сам смотрел полную? Нет, я ее смотрел раза три, наверное, в новогоднюю ночь. Ну, сейчас, да, ты все перечислил. Бендеры, Тирасполь, Парканы. Довольно много охватили, в общем-то. Получилось так, что новогодний выпуск такой получился, как сказать... Географически разнообразным. Географически, да, разнообразным. Почему все-таки пришло решение? В прошлом году выпуск «В путь» тоже, он был совмещенный, скажем так. Это тоже были две передачи. Тогда это было «В движении в путь». В этом году «Сарафан» и «В путь». Как вам вообще такая идея вот такого совмещения, скажем так, еще праздничного? Ну, взяли всех красивых ребят. И пригласили. Я не спорю. Лучшее, что у нас есть. Примерно так и было, на самом деле. Не так давно появилось новое зажигательное шоу на нашем канале «Сарафан-шоу». И, конечно, почему бы не пригласить ребят поучаствовать? Совсем за рекламу, да? Маловато. Договоримся больше. Ну, ты не сказал зажигательное крутое. Просто зажигательное. Ладно. И что? Веселое юмористическое шоу. И ребята проявили себя, при том, что многие не так давно на телевидении, не так давно работают... Например. Например. Он при этом смотрит на Стаса. Да, я так давно на телевидении. Опыта не так много, но тем не менее ребята справились, и получилось очень весело. Ну, как тебе вообще была изначальная идея такого сотрудничества? В принципе, мы же просто разные стилистики даже, да? То есть вы хотя бы ходите, а мы с вами сидим. То есть у нас все совершенно в разных стилях. Ну, в какой-то степени, к счастью, что мы не взаимодействовали на съемочной площадке. Я думаю, что для Арсения и для Иры это был более привычный опыт, скажем так. Ну, путешествуем и путешествуем. Ну, праздничный особенный выпуск. А вот для вас это была все-таки другая история, потому что это отличается от работы в студии. Совершенно отличается, конечно. Ну, я скажу, например, было сложно, потому что мы не до конца даже понимаем общую концепцию. То есть мы приезжаем со своей какой-то идеей. Люди, ну, знаешь, можно... Люди ждут Арсения, да? Люди ждут Арсения, да. Честно, многие ждали именно Сеню и очень расстроились, когда приезжали. Мы просто пришли, а не приехали. А где Арсений? Сеня, Сеня, они прям все бегут. Сеня, Сеня пробегает мимо нас, видит телевидение и не понимает, что это мы. А еще без скромности скажу, что нам очень помогло мое знание молдавского языка. Потому что каждое наше общение с горожанами, не знаю, кто вы. С сельчанами, да. Приводило к тому, что нужно было переключаться на молдавский, а ребята уже хлоп-хлоп глазками. Я понимал только некоторые слова, знаешь, очень редкие. Но главное, что договорились, это самое важное. Да, нет, все хорошо. Какие-то были отзывы, может, писали, Сеня, тебе, не знаю, Стас, нам, может, кто-то что-то писал. Я, честно, не видел просто. Я шел по улице, и люди улыбались, и я думаю, что из-за этого. Нет, ты сегодня хорошо выглядишь, Стас, просто из-за этого, честно. На самом деле, был один отзыв, прямо в Новогоднюю ночь мне писал кто-то из знакомых. Скажите, а можешь дать контакты вот этого высокого темно-темнолосого парня? Вот этого высокого? Да, я говорю, ну, он вообще-то женат на самом деле. Так что... Да, это была там какая-то девушка, и я говорю, он женат, и все. Видимо, испортил его тем самым новому человеку. И присылай, я там решу уже. Жена твоя не смотрит наши эфиры. Она 6 утра не встает, ей не до этого, я думаю. Ну, и сколько в итоге вышел «Новогодний в путь»? 38 минут 40 секунд. Ну, Стас лучше знает. Это серьезный, на самом деле, хронометраж для телевизионной передачи, поэтому, ну, вы молодцы, ребят, в любом случае. Спасибо. Ну, ладно. Что запомнилось еще? Вот были какие-то, ну, я не знаю, казусы на съемке? Ну, помимо, безусловно, общения... Мне кажется, что было кроме казусов. Да, ну да. Снимали ли вы что-то нормальное? Я же говорю, мне запомнился Владик на елке, вот, из-за моих. Владик на елке, мне кажется, всем запомнился. Мне было страшно немножко за нашего ведущего-то. Немножко. Немножко, да. Ну что, какие казусы? Что еще запомнилось? Какие нам казусы, Стас, запомнились, о которых мы можем рассказать в эфире? Что было самое такое? Я не знаю, на самом деле все смешно было. Прям вот такое. Я еще помню, мы все редакции это обсуждали, вы поехали, и дождь. В общем, все такое, ну вот серое, это дождь идет, и тут праздничный выпуск, который должен быть ярким, позитивным. А погода, да, погода смотришь, и думаешь, как бы закрыться где-нибудь домом под пледом. А Владик там на елку под дождем леет. А Владик, знаешь, наверное... Вы настраивали себя тоже, вот, кстати, в этом плане, потому что, мне кажется, погода влияет. А ты, наоборот, знаешь, как-то подстегивала нас, ну, сделать праздник. Не было ли желания все бросить? Все серое вокруг, ты должен быть ярким. Нет, у нас ни разу не возникала такая идея все бросить. Нет, нет, Арсений, ты чего? Стас, я предлагаю вообще... Мы тебя ни разу не вспоминали. Я вообще предлагаю, пока пользуясь моментом, сказать спасибо огромное всем тем людям, которые нас поддерживали, помогали и терпели, потому что, ну, как-то все было достаточно сумбурно, но спасибо всем и жителям Италии, и Ташмака, да, и за все. Я ее помню. Ну, теперь уже начался новый сезон, ну, как новый не сезон, наверное, да, вторая, за экватор перевалил этот телевизионный сезон. Уже программы будут разделены, все будет традиционно, когда выходит первый сарафан. Первый сарафан выходит уже в субботу, да. Ну, я думаю, там не заставить себя ждать и программа «В путь», это уже, получается, полтора года, на самом деле, такой серьезный срок. Подсчитывали вы со своими соведущими, скажем так, сколько населенных пунктов, да, объездили за это время? Ну, около 60, где-то так. Ну, это, получается, было два города, Слободзея и Дубосары, ну, и плюс несколько поселков и очень много сел. 60, ну, хорошо, много, есть еще? Можно чуть больше. Еще до конца сезона, как минимум, точно есть, что показывает, да. То есть в путь еще с нами однозначно до конца. И при этом есть села, которые можно показать еще раз, где мы не успели светить, поэтому... Есть вариант в другое время года, вы уже так делали, по-моему, возвращались, где были зимой, возвращались летом, и это немножко, ну, так, прям как будто бы в новое село приехали, потому что время года меняет вообще... Очень часто села выглядят абсолютно по-другому летом и зимой, и туда иногда стоит вернуться, чтобы показать, как это... Ну, мы не можем, например, все села снять летом, потому что, ну, ограничено по времени, и приходится в некоторые ездить зимой, и получается, что зимой населенные пункты выглядят не очень живописно, потому что нет природы, а села как раз они славятся тем, что там много всего, да, много растений, много всего, и поэтому туда стоит вернуться. Поэтому сарафан-шоу всегда стабильно красив, стол, студия, у меня еще только декорации. Да, поедем в теоретки. А знаешь, и еще плюс, ну, по ощущению и отношению к Сене, когда он объедет все села, его все-таки, знаешь, с девяткими человеком годы или там ведущий всего всех села Приднестрова, потому что, ну, действительно, Сеню очень любят. Да, полюбили, мне тоже кажется, что Арсений такая достопримечательность, мне кажется, телевизионная. Сремонечка до света в Приднестровье. Убирайте елку, смотрите Арсения. И даже тот факт, что действительно на съемках же ждали Арсения, спрашивали, где он. То есть программа «В путь» — это явная ассоциация с Сеней, это хорошо, когда зритель знает, ну, знает в лицо своих героев, скажем так. Причем в селах смотрят чаще, чем в городах, так вот ты как-то статистически говоришь. Ну и в программах «В путь» она путешествует по селам все-таки, вот, да, все это ее особенности. Ну что, ребят, спасибо вам большое. Я же говорю, я сегодня вокруг себя собрала, ну, почти всех мужчин нашей редакции. Что меня радует, спасибо вам за такое утро, за такое начало нового года, потому что мы сегодня стартуем, это наш первый выпуск в этом году. Я рада, что мы проводим его вместе. Станислав Киарпек, с прошедшим днем рождения. Да, с днем рождения. Стас, долгих лет, здоровья. Давай, по одному слову. Да, да, да. Мы рады, что ты с нами, надеемся, это взаимно. Спасибо большое, ребята. Я рад, что вы с нами, и мы с вами. Еще раз вам большое спасибо. Ждем сарафана, ждем программы «В путь». Каждое утро встречаем вместе с программой «Доброе утро» Приднестровье, собственно, с этими жилицами. Опять же, эти жилицы, да. Все те же.